Найдены похожие на людей вирусы Международная группа ученых из Франции и Бразилии обнаружила новую разновидность гигантских мимивирусов, которые обладают сложным генетическим аппаратом, ранее не встречавшимся ни у одного из вирусов. Названные тупан вирусами, они ближе к иукариотическим организмам, включающим в себя людей, чем другие подобные инфекционные агенты. Статья исследователя опубликована в журнале Nature Chomunichitions. Считалось, что вирусы отличаются от других облигатных, живущих в организме хозяина, паразитов тем, что используют для размножения механизмы, принадлежащие зараженной клетке. Большинство из них почти не имеет генов, кодирующих элементы аппарата синтеза белков, такие как рибосомы, транспортные РНК, ТРНК, ферменты и белковые факторы, обеспечивающие непрерывность процесса трансляции. Однако в 1992 году был обнаружен мимивирус, который отличался от других вирусов гигантскими размерами, крупным геномом и наличием сотен генов, кодирующих ТРНК и другие компоненты аппарата трансляции. В новой работе ученые описывают два новых штамма тупанвирусов, имеющих длинные цилиндрические капсидные хвосты. Они были выделены из амепа Чантамаябыча стиланий вермамэбовермиформис, живущих в озерах с высокой щелочностью и на морской глубине. Гигантские вирусы получили свое название в честь бога тупа, которому поклонялись индейцы гуарани в Южной Америке. Их геном образован двуцепочечный ДНК, кодирующий около 1276-1425 годов белков. Они имеют самый крупный среди вирусов аппарат трансляции, включающий 70 ТРНК, 20 Аминоацил-ТРНК-Синтитаз, ААРС, 11 факторов для всех этапов трансляции и факторы, отвечающие за созревание матричной РНК и ТРНК. В этом генетическом наборе, характерном для иукариотических и бактериальных организмов, отсутствуют только рибосомальные гены. По богатству генов, связанных с трансляцией, тупанвирусы превосходят бактерию Чандидатус Чарсанелорудии, Археинона Арчаиумы Куетанс и Укариота Инчиполитозоон Чуничули. Тупанвирусы также могут заражать различные организмы, и даже простое присутствие неразмножающейся вирусной частицы в клетке вызывало ее разрушение. Это ранее неизвестное явление выражается в деградации рибосомального аппарата хозяина. Вероятной причиной этого является попытка вируса переключить механизмы клетки на производство собственных белков. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки!